Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. По данным главного управления статистики, за 10 месяцев нынешнего года цены на продукты питания в Одесской области выросли на 17%. В том числе в полтора-два раза подскочила стоимость фруктов, существенно подорожали мясо и рыба, а также кондитерские изделия и молочные продукты. Цены на продукты питания за 10 месяцев этого года подвищились на 17,1%. Тоді, як в середньому по країні, ціни на продукты харчування зросли на 18,3%. В області суттєве підвищення цін в 1,6 раза было зафіксовано на фрукти. Серед них зросли ціни на лимони, киви, банани, апельсини, мандарини у 2,4 раза в 1,7 раза. Риба та продукты з риби подорожали на 29,3%. Серед них ціни на свіжу, охолоджену та заморожену рибу зросли на 31,2%. Кондитерские изделия в среднем подорожали на 30%, в том числе и сам сахар, входящий в их состав. Мясо теперь дороже более чем на 20%. Поднялись цены и на хлебобулочные изделия. Даже национальный украинский продукт сало выросло в цене практически на треть. Кроме того, стремительный рост цен наблюдался на яйца и подсолнечное масло. Снижение цен зафиксировано лишь на овощи – лук, картофель, свеклу, морковь. Резкое обесценивание гривны в ноябре и возросшие цены на бензин привели к очередному подорожанию продуктов питания. Многие одесситы, и предполагая, что такой взлет цен вовсе не предел, на всякий случай стараются пополнить запас стратегических товаров. Что сегодня входит в продуктовую корзину горожан, смотрите в нашем репортаже. Статистические данные за ноябрь специалисты еще считают. В то же время самый разительный скачок цен произошел именно осенью. Но даже если просто сравнить начало ноября с октябрем, то и здесь уже есть отличия в ценах на продукты. И это еще до того, как НБУ принял решение позволить рынку самостоятельно найти равновесный уровень курса. А гривна ежедневно стала бить свой же исторический максимум. Рядовые одесситы каждый день ощущают на себе рост цен и вынуждены отказываться от многих продуктов питания, особенно от мясных и молочных. Те, которые дорогие. Мясо, сыр голландский, масло. Ну, вы знаете, наверное, на кашах останемся. Мясо уже не возьмешь, куриные наборы не возьмешь. Ну, ничего, но мы живем, как говорит, на свою пенсию, на тысячу гривен, что можно взять. Все, живем, как говорит Бог даст, да и все. А что в основном готовить? Супчики, картошечку, макарончики, кашку, это и все. Колбаску перестало, мяса меньше покупаем, кури меньше покупаем, овощи, фрукты. Вот это что дешевое, то и покупаем. А что в основном готовить? Что? Каши, борщи, вермишели. Какие продукты? Мясо, рыбу. А что в основном готовите? Что? В основном готовлю, мивену покупаю, супчик варю. С таким темпом роста цен на продукты, как сегодня, одесситы боятся, что скоро придется отказаться и от продуктов первой необходимости. Наверное, скорее всего, от такого всего мучного, я имею в виду от хлеба, скорее всего, откажешься. Ну, хлеб, булка хлеба, где-то видно было, чтобы было 5,65. За день работы нашей съемочной группе удалось найти лишь одного человека, привычное питание которого, нынешний рост цен на продукты практически не изменился. Вообще-то мне очень помогает мама, как бы, и, ну, я как бы хорошим продуктом. Я не покупаю колбасу, я не покупаю окорочка, единственное, что я беру в магазин, так это хлеб. Единственный же способ жить в подобных условиях – это строгая экономия, говорят многие одесситы. Наверное, просто уменьшатся те деньги, которые будут оставляться не на еду, то есть там какие-то другие расходы. Вот, придется как-то оптимизировать закупки, то есть там покупать не по одной бутылке, там, например, а оптом, чтобы уменьшить расходы. Ну, как-то вот, ну, научиться экономить на мелочах и на более крупных вещах. Такой рост цен продуктов питания на фоне зарплаты пенсии, оставшихся на прежнем уровне, уже привел к падению покупательской способности, констатируют эксперты. И прогнозируют рост цен на текущий месяц еще на 4-5%. В итоге новогодний стол одесситов еще более заметно оскуднеет. А в 2015 году основными блюдами станут каши. Рост цен в первую очередь ударяет по пенсионерам. Уровень прожиточного минимума, от которого зависит размер пенсии, не повышался с прошлого года. Впрочем, в нынешнем году дважды была проведена индексация. Кому и насколько увеличены выплаты, после новостей в программе «Тема дня» расскажет начальник отдела Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Валентина Гилюк. На сегодняшний день, уже с сентября месяца, у нас процент индексации 16% составляет. Это уже сумма 151 гривна 84 копейки. То есть сентябрь это была последняя дата индексации, с тех пор не происходило никаких изменений. Пока, да. Пока на ноябрь месяц это остается та же цифра. Но необходимо отметить, что индексируются только пенсии не работающим пенсионерам, потому что работающим пенсионерам в первую очередь индексируется сумма заработной платы. Ну а потом уже, если необходимо, индексируется и пенсия. Для этого необходимо предоставлять справку с места работы о заработной плате и размере ее индексации. Ну я так понимаю, что еще и не касается индексации тех, кто получает минимальную пенсию. То есть они, к сожалению, не могут на это рассчитывать. К сожалению, это не касается этой категории, потому что тем людям, которые получают минимальную пенсию, им уже идет доплата до этого прожиточного минимума. Более полугода продолжаются боевые действия на востоке Украины. Месяцы страха и боли, сотни погибших людей. Для большинства украинцев эти события стали переломными в жизни. Привычный мир многих просто рухнул. Но только те, кто живет на востоке страны, кто радуется каждому новому прожитому дню, могут рассказать об этих событиях объективно и без прикрас. Одна из жительниц нынешнего ДНР приехала в Одессу, чтобы рассказать о том, как живут люди в зоне АТО. Марина говорит, что она жительница Горловки, выехала из зоны АТО 11 ноября. На пресс-конференции в Одессе женщина попросила закрыть свое лицо маской. Она боится, что сосказанные ей слова могут пострадать близкие, оставшиеся в Горловке. Первое, о чем рассказала Марина, страх и ужас, которые ежедневно переживают жители востока страны. Состояние, когда летят снаряды, это не сравнится ни с чем. Панический страх, ужас, постоянное ожидание, постоянная тревога. Начинают появляться какие-то новые фобии, боишься тишины. Люди говорят только о том, кто как переживает вот этот вот страх. Кто там телевизор не выключает на ночь, кто таблетки успокоительные, кто более серьезными методами пользуется, чтобы успокоиться. Несмотря на непрекращающиеся боевые действия, в городе работают школы и университеты. Люди стараются вести относительно нормальный образ жизни. Главная проблема, подчеркнула горловчанка, отсутствие денежных средств у местного населения. В принципе, вся инфраструктура работает, в магазинах дефицита практически никакого нет. Проблема одна, проблема деньги. И вот это вот эмоциональное, психическое состояние народа, вся вот эта вот накаленная атмосфера, этот комендантский час, отсутствие света на улицах. Магазины работают максимум до пяти вечера. Рассказывая о комендантском часе, женщина уточнила, что он действует с девяти вечера до шести утра. Выходить в это время на улицу запрещено. Передвигаться по городу в вечернее время могут только машины скорой помощи и представители ополчения. Что же касается зарплаты, то, по словам женщины, ее почти нигде не платят. Зарплаты выплачивает, насколько я знаю, только концерн «Стерол». Все остальные предприятия стоят. Пенсии не выплачиваются. Пенсии переоформили в Артемовске, в соседнем городе или в Дзержинске. И вот делают такие туристические пенсионерские туры за пенсии в соседний город. Запутанная ситуация в Горловке и со временем, подчеркнула жительница Донбасса. Живем мы по непонятному времени. У нас получается московская, насколько я понимаю. Украина перешла на зимние, а мы не переходили. Поэтому вот эта вот путаница с этими автобусами. Местные жители делятся женщина, устали от происходящих событий и хотят мира и спокойствия. Люди сейчас, единственное, что у них, это первое, чтобы не стреляли по городу. Второе, чтобы Украина не перестала выплачивать пенсии сейчас больше от этого все на ушах. Хотят самых элементарных, можно сказать, даже животных потребностей. Выжить, поесть, поспать спокойно, с ума не сойти. По словам Марины, жители востока страны живут надеждой на то, что все эти ужасы в скором времени закончатся. И они смогут вернуться к своему привычному образу жизни. Одесса – город с богатой историей и культурой, который всегда славился своими жителями и их достижениями. Отдельную гордость представляют и выпускники, известные на весь мир военной академии. Это учебное заведение имеет глубокие исторические традиции и более чем вековую историю. В юбилейный год, 115-летие со дня основания, в Одессе проходят разные мероприятия, посвященные этому легендарному учебному заведению. В ходе пресс-конференции курсанты и преподаватели военной академии рассказали о том, чем сегодня живет учебное заведение, о направлении его деятельности и о том, что изменилось в подготовке специалистов в связи с проведением в Украине антитеррористической операции. Военная академия продолжает все традиции, которые были накоплены за более вековое свое существование. Мы их продолжаем с гордостью нести и накапливать. В связи с проведением в Украине АТО в академии подготовку специалистов усилили получением новых умений. Увеличился и набор. Но теории и практика, как известно, вещи разные. Поэтому уже сейчас в зону АТО для прохождения практики отправляются курсанты старших курсов. В трудное для страны время и курсанты наши, и офицеры, и контрактники находятся в зоне АТО и, соответственно, помогают выполнять задачи наших регулярных войск, которые там находятся. Некоторые из присутствующих на встрече курсантов уже успели побывать в зоне АТО. Ребята рассказывают, увиденное полностью поменяло их мировоззрение. После того, когда ты там побывал, когда ты понимаешь, что это уже реальное житие, что ты можешь его втратить, и ты начинаешь думать, что ты совсем по ни на чем. Курсанты военной академии рассказывают, очень гордятся тем, что поступили в это учебное заведение. Притом, среди них немало и девушек. Скажу, что всегда задают вопрос, почему я, женщина половина, пошла в армию. То, что может и доказать, и сказать, что не только мужчины могут защищать нашу батьковщину, а также и женщины вдало и умело владеют и оружием, и техникой. Я очень рад тому, что я действительно являюсь курсантом военной академии города Одессы. И каждый из нас, кто поступил в нашу академию, давал присягу на то, чтобы и в своей присяге указал, что он будет верным защитником нашего государства. Одесская военная академия во все времена считалась кузницей военных кадров высочайшего уровня. Ведь за годы существования академии в ее стенах было подготовлено порядка 70 тысяч офицеров, 500 из которых стали генералами. Славные традиции военного дела сохраняются здесь и в наши дни. В селе Староказачье Белгороднестровского района произошел несчастный случай. В результате взрыва ручной гранаты РГД-5 в помещении гаража погиб 18-летний парень. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснили сотрудники милиции, парень учился на втором курсе местного аграрного лицея и временно жил у своего родственника. В помещении гаража юноша пытался разобрать гранату. С места происшествия взяты многочисленные осколки боеприпаса, которые направлены на экспертизу. Где юноша взял ручную гранату, в милиции пока не уточняют. Открыто уголовное производство по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпаса». Ведется следствие. В ноябрьском календаре есть дата, которую нельзя назвать праздничной. 13 ноября – Международный день слепых. Этот день напоминает о том, что в мире есть люди, чьи физические возможности ограничены. Перед ними закрылась возможность видеть мир в красках, читать книги, смотреть кино, видеть родные лица. Но отсутствие зрения природа компенсирует талантом, творческими способностями и невероятной силой духа. В этот день в клубе Одесской областной организации Украинского общества слепых открылась выставка творческих работ талантливых воспитанников УТОСа. В их же честь прошел и праздничный концерт. Природа отняла у этих людей возможность видеть, но в то же время дала им чуткое сердце, наделила красотой души и яркими талантами. Человек может справиться с любым недугом, даже со слепотой. Но важно при этом не потерять интерес к жизни и суметь найти себя, раскрыв внутренние резервы. Людей, которые лишены возможности видеть от рождения или вследствие болезни, в городской организации общества слепых насчитывается порядка двух тысяч человек. Это день, когда нужно обострить внимание к нужным и проблемам слепого человека. А у нас, поверьте, проблем очень много, особенно сейчас. Вот сейчас страна живет в сложной экономической обстановке, и всем людям со зрением, всем людям здоровым трудно. А уж инвалидам, тем более с потерей зрения, очень трудно вдвойне. Увы, но сегодняшняя реальность такова, что инвалиды по зрению в нашей стране зачастую остаются один на один со своими проблемами. В Одессе ситуация немного лучше, чем в остальных городах. Здесь уже несколько лет действует программа равенства – создание безбарьерной среды для людей с особыми потребностями. Но до сих пор в городской суете без посторонней помощи этим людям не обойтись. Нам очень сложно бывает ходить по городу, потому что очень много препятствий. Это и транспортные препятствия, это и различного рода рекламная продукция, которая несет какую-то информацию. И точно хотелось бы, чтобы помогали обходить эти препятствия. Там и люки открытые, потому что были случаи, я сам как-то влетел в люк, получил небольшую травму. Вот я упала, поломала руку, споткнулась просто, потому что дороги подшивы, потому что тротуар возле нашего дома тоже вообще никакой. Вот, я уже мучаюсь четвертый месяц. Другая проблема незрячих, отмечает Валерий Пылев, сложно найти работу. Но, несмотря на это, в УТОСе стараются интегрировать слепых и слабовидящих в трудовую деятельность. Сейчас трудоустройство, спецпроизводство, которое у нас производится, которое у нас работает, насчитывает где-то 40-50 человек. Но в последнее время уже до 100 дошло. Хотя от работоспособных членов УТОСа, но считает человек 600. Интегрировать слепого человека в трудовую деятельность очень трудно. По двум причинам. Во-первых, он сам слепой. А во-вторых, что продукция того труда, результат того труда, который он выполняет, она никогда не будет конкурентоспособна с трудом, с продукцией зрячего человека. Незрячие люди удивительно талантливые. Они могут быть певцами и музыкантами, сочинять стихи, реализовывать себя в спорте. Инвалиды по зрению, состоящие в областной организации УТОС, продемонстрировали свои творческие способности на праздничном концерте. Инвалид по зрению Евгения Орлова нашла себя в бисероплетении. Ее работы были представлены на выставке клуба УТОСа, приуроченной к Международному дню слепых. У меня есть своя, если так можно выразиться, фишка. Это украшения с выплетенными из бисера механизмами, шестеренками, циферблатами, какими-то странными деталями. И вот почему-то именно они пользуются наибольшим спросом. Украшения, которые создает Евгения, действительно уникальные. Ее последняя коллекция создана по мотивам известных голливудских блокбастеров. Это украшение по мотивам фильма «Терминатор». Если кто-нибудь его из присутствующих видел, я думаю, вы узнаете. Вот эта вот имитация глаза, чипа, руки. Вот один из примеров того, о чем я говорила. Такие механические странные штуки. Еще одна находка – музыкальный коллектив «Внуки Брайля». Его участники – Геннадий, Сергей, Алексей, Валерий и два Александра. Выпускники школы-интерната номер три для незрячих детей. Ребята рассказывают, что вот уже два года они собираются и играют музыку для души. Мы в основном выступаем только в нашей системе, только среди общества слепых. Ну, ездили там, в Евпаторию ездили, там играли. А у вас есть музыкальный альбом? Альбомов нету. Мы только начали. Ну, хотелось бы, чтобы… Наверное, у нас просто своих песен еще мало. По традиции, ежегодно в ноябре люди, лишенные зрения, собираются в клубе областной организации УТОСа, чтобы встретить очередную памятную дату. В четверг инвалидам по зрению вручили грамоты, подарки, сертификаты на единоразовую материальную помощь и сертификаты на материальную помощь для приобретения компьютерной техники. Пожарные не сдаются. Под таким девизом в школе номер 25 прошел открытый урок, организованный сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области в рамках недели противопожарной безопасности. Ребята отвечали на вопросы викторины пожарных и продемонстрировали спасателям свою концертную программу. В Одессе продолжается неделя противопожарной безопасности, инициированная сотрудниками ГСЧС. На этот раз пожарные пришли на открытый урок к шестиклассникам в школу номер 25. Ребята ждали викторины и конкурсы. Они отвечали на вопросы о том, как себя вести во время возникновения огня и определяли, когда огонь враг человеку, а когда друг. Я позвонила бы в пожарную службу, обязательно позвала бы взрослых, мы собрали бы вещи, вышли на улицу, безопасное расстояние от горящего предмета. Если стоит знак «Нельзя разводить огонь», его ни в коем случае нельзя разводить. После использования, например, одеколонов разных, их надо выбрасывать как бытовые отходы. Ни в коем случае их нельзя бросать в огонь, и рядом с огнем тоже их держать нельзя. Как отметил главный инспектор Малиновского района ГСЧС Украины в Одесской области Ярослав Ковальчук, специально для учеников шестых классов они подготовили программу об использовании пиротехники. Эти мероприятия в школах мы проводим для того, чтобы обучить детей правилам пожарной безопасности. И, допустим, сегодня была тема урока, то есть правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств. Идет сейчас праздник новогодний, все будут использовать пиротехнические изделия. И наша задача – сообщить детям, что опасно и как нужно правильно использовать пиротехнические изделия. Для школьников подобные встречи не новы, делится учитель русского языка и литературы Татьяна Вергина. И каждый раз ребята с особым интересом прислушиваются к советам пожарных. Мы пытаемся, играя, обучать их. Конечно же, очень много, вот когда на классном часе мы проводим беседу по пожарной безопасности, сейчас очень много в связи со сложной ситуацией в стране различных мероприятий, мы проводим и бесед с детьми в связи с терактами, как себя вести, поведение, если мы нашли взрывоопасный предмет, неизвестный предмет и так далее. А вы знаете, они очень живо реагируют и рассказывают достаточно толково и грамотно весь алгоритм действия в таких ситуациях. Значит, наш труд проходит недаром. В школе номер 25 организовали агитбригаду противопожарной безопасности под названием «Пожарные не сдаются». Ребята подготовили концертную программу для районного конкурса, который состоится в декабре. А первыми зрителями новой программы стали гости-спасатели. Чую-чую, русским духом пахнет. А бензин в своем лесу не чуешь? Авиационный развел авто. Отдай топливо, не хрис. Как я без его-то в своей ступе полечу. У меня тут не каждым днем запасы. 13 и 14 ноября на первой станции Люздоровской дороги коммунальное предприятие СМЭП проводит работы по замене светофорного оборудования. Казалось бы, хорошее дело – ремонт светофоров. Но оно обернулось бедствием для автолюбителей. Одесситы начали звонить в редакцию с обеда, рассказывая про огромную пробку на первой станции Люздоровской дороги. Причем в обе стороны. Старые светофоры на этой дорожной развязке уже не действовали, а новые еще не работали. Но и сотрудников госавтоинспекции, которые якобы должны были взять регулировку движения на себя, здесь тоже не наблюдалось. Автолюбители надеются, что впредь аналогичные ремонтные работы будут вестись более организованно, не усугубляя и так далеко нелегкую ситуацию на дорогах, особенно в час пик. Работники линейного отдела на станции Одесса-Главная УМВД Украины на Одесской железной дороге разоблачили двух 13-летних школьников. Дети вблизи платформы станции имени Шевченко бросали камни в проезжающие поезда. Об этом дежурную часть УВД сообщил машинист маневрового локомотива. Работники патрульной службы и криминальной милиции по делам детей линейного отдела на станции Одесса-Главная немедленно прибыли на место происшествия, где разоблачили двух 13-летних школьников, которые нарушали правила поведения на железной дороге. Как выяснилось, дети учатся в восьмом классе одной из общеобразовательных школ Одессы. И прогуливаясь вдоль железнодорожных платформ, ради развлечения собрали камни и начали бросать их в проезжающие поезда. По словам начальника линейного отдела на станции Одесса-Главная полковника милиции Олега Донченко, правоохранители провели с несовершеннолетними воспитательную беседу. А в отношении родителей и подростков составлены административные протоколы в соответствии со статьей 184 невыполнение родителями или лицами их заменяющими обязанности по воспитанию детей. В Одессе правоохранители за получение взятки задержали должностных лиц Главного управления Министерства доходов и сборов. По данным следствия, налоговики требовали 10 тысяч гривен от руководителя фермерского хозяйства за то, чтобы не наложить штраф по результатам проверки. Алчных злоумышленников не остановил даже почтенный возраст фермера. Сотрудниками УБОП Одесской области была получена информация о том, что двое сотрудников аппарата налоговой администрации вымогают деньги у фермера. В ходе реализации информации совместно с прокуратурой Одесской области указанные лица были и заплечены, и задержаны. Этих сотрудников не остановило даже то, что фермеру было 70 лет, он длительное время работает, платит налоги, работает с людьми длительное время на этой земле и платит им заработную плату. Выяснилось, что налоговики требовали у пожилого человека 15 тысяч гривен, но после длительных переговоров согласились на 10 тысяч. Нарушителей законодательства задержали на горячем во время передачи денег в рабочем кабинете. Открыто уголовное производство. Мздоимцам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Трагическое происшествие в одном из сел Котовского района. Мужчина-наркоман забил до смерти своего престарелого отца. Пенсионер от полученных ран скончался. По словам соседей, ссоры между родственниками происходили часто, поскольку отец боролся с пагубным пристрастием сына к наркотикам. Через некоторое время милиционеры установили обстоятельства трагедии. В тот злополучный день сын принял большую дозу алкоголя, а затем подрался с отцом. Пенсионер, не выдержав напора, упал на пол, где потомок добил его металлическим шнеком для измельчения винограда. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Стремление к красоте – важная составляющая жизни каждого человека. Как преобразить себя и окружающих, можно узнать, посетив в эти дни выставочный комплекс Одесского морвокзала. В рамках 16-го международного форума специалисты расскажут Одесситам о последних новинках в мире косметики, косметологии, парикмахерского искусства и ногтевой эстетики. Выставка форума открылась с 13 ноября и продлится еще два дня. Три дня с 13 по 15 ноября в выставочном комплексе морвокзала специалисты будут демонстрировать последние достижения индустрии красоты. Международная выставка форум собрала лучших мастеров. Это более 130 компаний-участников, которые представляют продукцию со всех континентов. Это и новые технологии, это уже сложившиеся бренды, это и оборудование для салонов красоты, это инструменты для парикмахеров, это косметологические линии, это все для ногтевой эстетики. В общем, все-все направления. Мы приглашаем всех прийти на нашу выставку. Для специалистов индустрии красоты выставка открывает широкий спектр возможностей для профессионального совершенствования. В разделе косметологии обширно представлена профессиональная косметика из Италии, Франции, Австрии, США и Израиля. Среди компаний-участников и те, кто идут в ногу со временем, постоянно обновляя список представленной продукции. Представляем новинку, это итальянская космецевтика на основе термальных вод из Оладийския. Очень интересные новинки, хочу обратить внимание. Это шейкерные маски, которые сбиваются в специальном стакане, которые застывают, как обычный альгинат, но дают великолепный лифтинг, очень нежно ухаживают за кожей. Особое внимание обучающим семинарам и мастер-классам по ногтевому и парикмахерскому искусству. На данный момент показываем процедуру кератинового лечения и выпрямления волос. Вторая марка, естественно, глобал кератин. Кератин – это белок. Мы, скажем так, со временем белок вымывается с волос. Это сталинги, уходы, шампуни, фены, утюги – это все вымывает кератин из волос. Мы восстанавливаем этот кератин. В программе форума также заявлена школа стиля, где можно посетить мастер-классы по технике создания макияжа для фотосъемки. Семинары и обучающие тренинги рассчитаны также и на владельцев салонов красоты. В рамках выставки у нас проводится чемпионат парикмахерского искусства «Черевнозаческа». Это всеукраинский чемпионат, более 50 мастеров участвуют. Два дня они будут создавать совершенно незабываемые образы в области парикмахерского искусства и макияжа. Международный форум по косметике, ногтевой эстетике и парикмахерскому искусству «Стайл эндбьюти» давно завоевал доверие участников и посетителей. Поэтому в этом году встреча приобрела более широкий формат. Стендов с продукцией стало больше, появились и новые компании-участники. Выставка открыта с 10 утра до 18 вечера и продлится до 15 ноября. На завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день в нашем ковноябрьском календаре. Есть дата, которую нельзя назвать праздничной. 13 ноября – Международный день слепых. Этот день напоминает о том, что в мире есть люди, чьи физические возможности ограничены. Перед ними закрылась возможность видеть мир в красках, читать книги, смотреть кино, видеть родные лица. Но отсутствие зрения природа компенсирует талантом, творческими способностями и невероятной силой духа. В этот день в клубе Одесской областной организации Украинского общества слепых открылась выставка творческих работ талантливых воспитанников УТОСа. В их же честь прошел и праздничный концерт. Это день, когда нужно обострить внимание к нужным и проблемам слепого человека. А у нас, поверьте, проблем очень много, особенно сейчас. Вот сейчас страна живет в сложной экономической обстановке, и всем людям со зрением, всем людям здоровым трудно. А уж инвалидам, тем более с потерей зрения, очень трудно вдвойне. Нам очень сложно бывает ходить по городу, потому что очень много препятствий. Это и транспортные препятствия, это и различного рода рекламная продукция, которая несет какую-то информацию. И точно хотелось бы, чтобы помогали обходить эти препятствия. Там и люки открытые, потому что были случаи, я сам как-то влетел в люк, получил небольшую травму. Резкое обесценивание гривны в ноябре и возросшие цены на бензин привели к очередному подорожанию продуктов питания. Многие одесситы, предполагая, что такой взлет цен вовсе не предел, на всякий случай стараются пополнить запас стратегических товаров. Но многие из еще недавно привычных позиций сегодня в продуктовую корзину горожан уже не входят. Мясо уже не возьмешь, куриные наборы не возьмешь. Ну ничего, но мы живем, как говорит, на свою пенсию, на тысячу гривен, что можно взять? Все, живем, как говорит Бог даст, да и все. А что в основном готовить? Супчики, картошечку, макарончики, кашку, да и все. Те, которые дорогие. Мясо, сыр голландский, масло. Ну, вы знаете, наверное, на кашах останемся. Более полугода продолжаются боевые действия на востоке Украины. Месяцы страха и боли, сотни погибших людей. Для большинства украинцев эти события стали переломными в жизни. Привычный мир многих просто рухнул. Но только те, кто живет на востоке страны, кто радуется каждому новому прожитому дню, могут рассказать об этих событиях объективно и без прикрас. Одна из жительниц нынешнего ДНР приехала в Одессу, чтобы рассказать о том, как живут люди в зоне АТО. Состояние, когда летят снаряды, это не сравнится ни с чем. Панический страх, ужас, постоянное ожидание, постоянная тревога. Начинают появляться какие-то новые фобии, боишься тишины. Люди говорят только о том, кто как переживает этот страх. Кто телевизор не выключает на ночь, кто таблетки успокоительные, кто более серьезными методами пользуется, чтобы успокоиться. В Одессе продолжается неделя противопожарной безопасности, инициированная сотрудниками ГСЧС. На этот раз пожарные пришли на открытый урок к шестиклассникам в школу номер 25. Ребят ждали викторины и конкурсы. Они отвечали на вопросы о том, как себя вести во время возникновения огня и определяли, когда огонь враг человеку, а когда друг. Я позвонила бы в пожарную службу, обязательно позвала бы взрослых. Мы собрали бы вещи, вышли на улицу, безопасное расстояние от горящего предмета. Если стоит знак «Нельзя разводить огонь», его ни в коем случае нельзя разводить. После использования, например, одеколонов разных, их надо выбрасывать как бытовые отходы. Ни в коем случае их нельзя бросать в огонь, и рядом с огнем тоже их держать нельзя. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.